Всем привет, друзья! Мы снова в первой столице Украины, в городе Харьков. Команда только вернулась после международной паузы и уже готова продолжить свой победный путь в чемпионате Украины. Самая ответственная работа, которую мы видим на протяжении всех 90 минут вместе с игрой футболистов, это агрономы стадиона. Они обеспечивают идеальный газон в любое время года. Давайте сейчас узнаем, как им это удается. Смотрите, все очень просто. На улице минус 8, а ночью было минус 11. Поэтому вот такая красота на поле. Покрывало, которое защищает поле на сверху от страшных морозов. Это специальные синтетические нити, которые выпускают водяной пар из-под поверхности, но они не позволяют повредить морозу нашу траву. В данный момент оценили температуру поля и поняли, что пока что открывать его нельзя, ну как мороз. Сейчас подкатываю лампы для того, чтобы убрать их с территории поля. Это установки SGL. Все, что удалось спасти из Донбасс-арены. В этот период времени, в этот период года не хватает солнечного света, не хватает тепла. Они дают и тепло, и дополнительный свет. Они работали ночью, они работали несколько дней подряд. Это инспекция, по крайней мере. Потому что, да, это протекционистный свет. Это немного разное, но мы имеем в виду хорошую температуру. Это потрясающий грязь, потрясающий стадион. Наши стабилизации, они ставили это на очень высокий уровень. Так что нет проблем, мы не будем говорить так комфортно, но может быть больше для нас, которые приходят из Портулии, которые не используются в этой температуре. Это сильный мороз, сильный тоже нельзя включать, потому что будет холодно. Один сад, он будет замерзать. То есть мы образуем иния на морозе. Нюансы связаны с тем, что, скорее всего, полива не будет, потому что очень низкая температура, мороз. Поэтому мы не хотим получить, как я уже сказал Витору, атмосферу горнолыжного курорта. То есть если будет полив, это будет просто эффект снежных пушек, понимаете? Вода будет моментально замерзать в воздухе, опадать в виде иния, снега и так далее. Сейчас мы идем возить лампы из падиона. А потом уже, когда температура немного поднимется, мы сможем убрать покрывало и начать покос. Летом мы приходим на полчаса раньше перед комиссией. Сначала косим вдоль, потом ставим ворота, флажки. Ждем, пока комиссия посмотрит поле. И потом дальше. Второй проход поперек и делаем размять. Проходит машинка в одну сторону и в другую. Получается светлая и темная полоса. А что это вы счищаете? Смотрите, иний налип на каток задний. Иний налип. Можно вечно смотреть, как течет вода. Горит огонь и кто-то работает. Футбольное поле это вам не газон возле дома стричь. Как работает, когда вашу деятельность оценивают тысячи, миллионы? Хвалят, пробуют, критикуют? Для меня это не напряжено. Ну, конечно, приятно, когда люди смотрят и говорят, вау, а газон по сравнению с другими полями у нас, конечно, лучше. Что хуже для футбольного газона, для поля? Жаркое лето или лютый мороз? Ну, и что в том, и в том есть свои нюансы. С жарой в основном надо более охлаждать. Если пропустить такой момент и не охладить поле, появляются такие, как оно выгорает, получается, черные пятна. А если вот так зимой, то как трава, получается, подмерзает. Если наступить, потом через некоторое время, она получается как поломается, получается, желтые стандарты. Стандарты, которые наверняка есть, которые регламентируют высоту самого газона, травы? Ну, есть, конечно. Но еще также учитывается пожелание игроков или футболевого тренера. Они, например, говорят, трава, например, высокая, слишком нужная. Мы тогда, например, не выпьем, мы выбираем на 1 км меньше, и тогда уже более пить. Хлебом меня не кормит, дай газон покосить. Сейчас этим и займусь. Прямой так не спеша поедете, ничего страшного нет. Она без рожа. Заводите мотор. Так, на португальском говорила, на шпагат садилась, газон точно не косила. Вот сейчас и попробуем. Осваиваем новую профессию. А это прикольно между прочим. Чуть чуть левее, возьмите. Нет, чуть нелегкая машина. Нужно расслабиться. Вот так, вот это оно. Еще копать за сопой не повиляешь. Ой, как я люблю этот запах свежескошенного газона. Вот теперь будем знать, благодаря кому такая яркая, четкая разметка на поле. Страна должна знать своих героев лицо. Работа рисовать по газону. Это да. Есть стандарты. Давайте я поучаствую тоже в процессе. Да, есть стандарты, но у нас 10 сантиметров. И сколько по времени нужно, чтобы нанести разметку на все поле? Около часа, часа двадцать. То есть перед каждой матчей, перед каждой новой игрой? Новая разметка, да? Да, да, конечно. Бывает даже перед тренировками. Если есть какие-то тренировки перед Лигой Чемпионов, тоже стараемся обновить разметку. А были ли какие-то, может, форс-мажорные обстоятельства, вы просто не успевали обновить разметку? Или кто-то пробежал, потолько нанесел на разметке? Такого не было серьезного. Было такое, что нарисовали только разметку, и вышли журналисты, и немножко растянули ее там, где выход игроков. Что-то новое. Новая строчка в моем резюме. Ну круто же агрономы выполняют свою работу. Посмотрите, в каком идеальном состоянии газон. По-летнему в идеальном. Давайте вместе окунемся в атмосферу матча со Львовом и посмотрим то, что происходит на стадионе. А я распереживался, думаю, Юлии нету, думаю, не приболела ли. Фу-фу-фу, не дай бог, потому что такая холодина такая. Зима пришла неожиданно в Харьков, да? Да, это точно. Движение спасает. Нужно приходить на стадион и болеть за футбольный клуб «Шахтер». Краще место для прореза матча. Ксивник, ксивник. Мы на все готовы. Тепло дела. Посмотрите, как «Шахтер» выгнает. Беспект вам, чтобы подняли свою пятую точку в Ливан, и пришли на стадион болезнь в такой любимый мороз. Так я поднимаю всегда, и она всегда поднята. Я не пропускаю ни одного матча. 1 декабря в Мариуполе отмечаю день рождения. Вау, 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 вау! Набрать очередные три очка поединки с «Аутсайдером» Эв Кальвов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok А я говорю больше, давай если твоя взяла, в следующем ловке я буду вести в костюме крота, в костюме крота, если твоя, я хочу шалый танец, договори. Шахтер чемпион, шахтер чемпион, шахтер чемпион. А это красивая и одновременно трогательная традиция, которая никого не оставляет равнодушным. Сейчас рядом с главными спутниками футболистов. Они волнуются не меньше, чем сама команда. Это ребята, которые выводят игроков на прыжок. Здравствуйте всем. Ребята, привет. Как у вас настроение перед футболистом? Я вас видела, вы футболист. А на кого из футболистов хотела бы быть похожа? На Тайсона. Он мне футболку подарил. Тайсен футболку тебе подарил? Не, Хачалава. Хачалава? Да, Хачалава. Можете представить, что это здорово, что у Монича. Это первый раз. Да, но я не первый раз, я уже, может, все это чудо. А вы пицца начало? Нет. Ужу не удивление. Уже спокойно, да? Вот так вот. Уже Тайсона я выводила, уже я всех выводила, кого хотел. Только судил. Но судил же вместо задания, поэтому я хочу... Да, я судил. Я судил, глава. Я судил. Да вы по бокам. Я позалился. Вот, наш первый футболист. Спасибо, ребята. Пожалуйста! Шах! 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 Мы шки рот, кто мечтает. Шах! Шах! Ск essas чего не приходится? Побеждаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждем стартового свистка, все готово к началу матча и верим в победу подопечных Луи Шакаштру. Вау, гол, ребята! Бежим сивать наших красавцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одиннадцатая минута матча. Шахтер уже успел забить мяч у ворота соперника. 1-0. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы забили гол, но арбитр его не засчитал из-за того, что был фолл на вратаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исмаили на газоне. И сейчас будем пробивать опасный штрафной ворота Львова. К сожалению, пропускаем. Львов сравнивает счет. Ждем еще голов Шахтера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полчаса игры позади, но пока нашим ребятам не удается вырвать преимущества. Смотрим за игрой любимой команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня было такое ощущение, что меня видят прямо у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Львов отлично оборонялся. И пока горнякам не получилось пробить должным образом оборону соперников, ждем голов Шахтера во втором тайме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока в большом футболе перерыв, маленькие поклонники этой игры могут прочувствовать атмосферу стадиона. Прямо сейчас на поле 5 на 5 играют учащиеся школу футбик и мастер-мыча. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти ребята болеют за нас в девятнадцатом секторе и посещают абсолютно все матчи Шахтера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебя зовут? Марк? Как давно ты занимаешься футболом? Ну, я занимаюсь с трех лет уже. Мне очень нравится ТТ, левый полузащитник, и правый полузащитник. Здорово. Ну, да, учитель в футболе, давай палачок. Мне понравилось, как мы проводили игроков. Слоки, вижу, красные, замерз, да? Да. Ребята, что больше всего нравится в футболе? Добивать голы. Добивать голы. Шахтер-чемпион! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дубль в исполнении Шахтера. Марайс точно пришел в форму после травмы. Я в восторге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА